Вы уже упомянули о том, что цели, которые, по крайней мере, декларировала перед собой Российская Федерация, они не достигнуты и, более того, в большинстве своем они недостижимы. Потери уже превышают все возможные предварительные какие-то оценки. Те санкции, которые вводит против Российской Федерации западный мир, они просто беспрецедентные. Россия уже на первом месте по количеству ограничений, введенных мировым сообществом в мире. Обогнала уже даже и Северную Корею, и Иран. Но в этом контексте, почему же тогда российскому президенту, российскому руководству все-таки не осознать глубину той ямы, в которую скатывается Россия, и не пойти на политические компромиссы? Вот президент Украины в том самом интервью, с которого мы с вами начинали, неоднократно говорил о том, что мы пытаемся добиться личной встречи президента Украины и президента России. Российское руководство все-таки здесь какую-то такую позицию занимает, мол, мы и не против, но время для этой встречи пока не пришло. Вопрос, почему? Чего ждет Россия? Чего медлит? И стоит ли вообще чего-то ожидать? По вашему мнению, вы же имеете еще и политологическое образование, поэтому попрошу вашу квалифицированную здесь оценку, от переговоров, которые завтра должны начаться в Турции. Переговоры украинской и российской делегации. Смотрите, ну а почему и чего ждет глава Северной Кореи или, например, Венесуэлы? Проблема в том, с диктаторами заключается, что их рациональность, она лежит в несколькой иной плоскости, нежели наша. Вот мы с вами нормальные, обычные люди, как я уверен, и большинство зрителей. Мы что хотим? Мы хотим, чтобы мы засыпали в теплой кровати, просыпались без бомб, чтобы нормально ходить на работу, заниматься своим делом, чтобы нас не сажали в тюрьмы и нас не убивали. Это в целом вот такой базовый... Мы с вами, конечно, еще большего много всего хотим, но это вот база, из которой бы хотелось состояние. И для нас ценность человеческой жизни, развитие страны и благополучное будущее – это довольно важно. Дело в том, что у диктаторов, в том числе у Владимира Путина, у них несколько другое представление о жизни, у них другие цели и задачи. И Владимира Путина не особо интересует, сколько людей погибнет. Мы, например, в России видели это на примере пандемии коронавируса. То есть российская власть, в том числе Владимир Путин, не делали практически ничего для того, чтобы как-то ее останавливать. В России погибло больше миллиона человек за пандемию коронавируса. Миллион. И Владимир Путин даже ни разу не надел маску. Ну, то есть он много раз появлялся на публике. И понятно, что если президент надевает маску, то многие видят, что раз президент так делает, особенно в стране с какой-то личностью, то и мы так будем делать. Вот он ни разу этого не сделал. Потеряв минимум миллион граждан, там уже намного больше на самом деле. И это просто данная избыточная смертность. Маски он не надевал, но зато отсаживал всех подальше от себя. Это да, но делал это вряд ли он из-за коронавируса. Если честно, мы теперь понимаем, что у него, наверное, были другие опасения по этому поводу. Потому что, ну, мало ли кому, в голову придет какой-нибудь табакерочек и воспользоваться ли, ну, или ножки стула, стола. Да, там много всего есть в его интерьерах, как правило, что можно использовать не по назначению. Хотя казалось бы, что это единственное разумное назначение в нынешнем виде, в нынешнем времени, которое должно быть у этих предметов. Ну, так вот, поэтому Владимиру Путину плевать на то, сколько жизней ему придется там положить. Владимиру Путину плевать и на санкции в широком смысле. Потому что, ну, что такое санкции? Санкции – это то, что не даст стране развиваться. Санкции – это не то, что даст людям нормально существовать. Санкции – точнее, это то, что не даст людям нормально существовать. Санкции – это то, что отразится на жизни кальтового гражданина, на том, что он сможет покупать, как он сможет существовать, будет ли ему нормально, сможет ли он нормально лечиться и все прочее. Так вот, Владимир Путин годами показывал, что его это не особо интересует. Он сам и его окружение сдерживало развитие России, безумной коррупции. значит, ужесточением законов и прочим, и прочим, и прочим. То есть для него глобально это иск тот, который не то, чтобы он готов пойти, но который он готов принять. Для его окружения нет. Вот его окружение сейчас очень сильно страдает, потому что его окружение – это люди, которые любят поездить по других странам, это люди, которые любят свои яхты, хотя у Путина мы тоже видели яхту. Вот сегодня еще одну нашли, его яхту, нашли яхту, которая стоит 75 миллионов долларов, по-моему, да, то есть он не бессребренник и не фанатик, но при этом он себе в России выстроил как бы все свои дворцы и считает, что ну на себя-то он наскребет. То есть у него есть несколько статей расходов. Это непосредственно он и силовики. Ну то есть силовики, которые обеспечивают то, чтобы люди боялись выходить на улицу, то, что люди бы боялись его сметать. Поэтому у него только две статей расходов. Есть достаточно обширные резервы, то есть вот то, что складывалось в кубышку фонд национального благосостояния. Какое-то количество времени он на это сможет просуществовать, а остальное как в анекдоте. Папа – это значит, ты будешь меньше пить, нет, сынок – это значит, ты будешь меньше есть. Поэтому у Владимира Путина совершенно другой подход, в том числе для прагматики. В основном его интересует удержание собственной власти. И вот здесь мы подходим к ответу на ваш вопрос. Дело в том, чтобы для того, чтобы удерживать власть, ему нужно, чтобы оставался культ личности, культ силы, и чтобы он не выглядел слабым. В его голове, если он сядет за стол переговоров с Зеленским, после того, как он рассказывал россиянам по телевизору, что Зеленский – это нацистская власть, после того, как он призывал военных украинских убить Зеленского, буквально нанести удар в спину, после всего этого он сядет с ним за стол переговоров, то в его голове это будет, и в его голове, и для зрителей, это будет некое проявление слабости. И поэтому на самом деле каких-то серьезных переговоров за вот этот месяц я не увидел. То есть я не уверен, что украинские зрители знакомы с Владимиром Мединским, но это такая достаточно давняя, одиозная личность, моя личная немезида, потому что это человек, который отравлял российскую культуру годами, и который всячески ее уничтожал. Он был министром культуры долгое время, и это невероятно тупой человек. Ну, то есть вот правда, тут извините уж за такие характеристики, но это вот единственное, как его можно описать. Чтобы вы понимали, этот человек рассказывал, что у россиян есть отдельная хромосома. Ну, как известно, отдельная хромосома, это обычно означает синдром Дауна. Вот он говорил, что отдельная хромосома, есть у россиян хромосома русскости. И много чего еще. Ну, то есть прям за ним там целый шлейф бреда, который он генерировал, и в какой-то момент он пропал с радаров, когда перестал быть министром культуры, его назначили советником президента, обычно эта должность значит, что он примерно ничего. И вот он всплыл на переговорах. Причем он глава этой делегации. И это, ну, как бы сигнал того, что эти переговоры не совсем настоящие, потому что там буквально вот от российской стороны участвует команда сбитых летчиков разной степени клоунад. И при этом, я так понимаю, этот канал оставляют для того, чтобы когда совсем станет плохо дело, чтобы через него все-таки договариваться, иметь возможность о чем-то, но тогда там сменят на настоящих людей. Поэтому я не ожидаю, к сожалению, от этих переговоров ничего серьезного. Что касается завтрашних переговоров, опять же, мы видели предыдущие встречи в Турции, они особо ничего не дали. Стороны, точнее, не стороны, российская сторона обменялась обычными оскорблениями, на околодипломатическом языке. И пока для меня не проглядывается их желание к переговорам. Я вижу интерес украинской стороны, несмотря на то, что украинская страна обламывает все планы России и демонстрирует, что она вот в этой военном столкновении превосходит, безусловно, Россию. Несмотря на это, лишь украинская сторона заинтересована в переговорах, потому что украинской стране важны жизни, важны жизни своих людей, важны жизни во многом, мне кажется, и приходящих к ним людей, важны города, важно вот это вот все. А вот российскому руководству это как раз не очень важно. Оно достаточно кровожадно, оно не избиралось людьми, оно не заботится об этих людях, им плевать, что они демонстрировали годами. Но я надеюсь, конечно, что в какой-то момент, я вообще всегда надеюсь, что Владимир Путин однажды встанет с утра, хлопнется ладонью по лбу и скажет, блин, какой же я идиот, что же я надел, простите меня, люди, значит, и все отменит, что он надел, выпустит всех политзаключенных, и в лучшем случае, как человек в честь, воспользуется какими-нибудь средствами для того, чтобы нас от себя избавить, ну а в худшем случае, как человек довольно трусливый, куда-нибудь сбежит на какой-нибудь далекий остров и будет там доживать свой остаток дней. Но пока вот с точки зрения переговоров, я, к сожалению, не вижу оснований для больших ожиданий от них. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok